Земля Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире эколого-познавательная информационная передача «Среда» и я, ее ведущий, Анатолий Тиханов. Жара, июнь. Природа и люди пребывают в томной духоте. Но именно это время для биологов самое подходящее для исследовательской работы в естественных условиях, то есть на природе. Что они делают сейчас в Полистовском заповеднике? О поисках и открытиях на уникальных болотах поговорим с директором заповедника Николаем Кораблевым. Аномально жаркая погода для нас это, с одной стороны, благо, а с другой стороны, усложняет несколько наших задач. Потому что понятно, что при такой высокой температуре сильно увеличивается продуктивность экосистем. Например, при высокой влажности, как сейчас и довольно высокой температуре, очень активно растет верховое болото. Идет быстрое накопление массы сфаговых мхов. В конце концов, это все потом превращается в торт. С точки зрения функционирования экосистемы это хорошо. Ну а для людей, да и для многих обитателей Полистовья, это, конечно же, большая проблема. Потому что такая высокая температура, она накладывает определенные сложности. Огромное количество кровососущих насекомых, которые заметно мешают работе как сотрудников, так, собственно говоря, и очень осложняют жизнь диким обитателям нашей территории. Конечно же, высокая температура, это еще и фактор пожароопасности. Сейчас класс пожарной опасности повышен. То есть, есть определенные ограничения, за которыми мы внимательно наблюдаем. Стараемся соблюдать их. И, безусловно, в некоторой степени посещение территории ограничено. Параллельно сейчас на территории заповедника работает до трех научных групп. Это фактически автономные экспедиции, которые в разных частях нашей территории отрабатывают свои задачи. Это из других городов и вузов, да? Да, безусловно, у нас довольно широкие такие вот партнерские связи с многими вузами, с отраслевыми академическими институтами. Ну вот достаточно привести пример, что сейчас на территории заповедника прошлую неделю и это уже отработали сотрудники Московского университета имени Ломоносова. У нас сейчас работают сотрудники Ботанического института из Санкт-Петербурга, сотрудники Института географии. То есть это, да, довольно обширная география. Это Москва, Петербург, плюс наши коллеги из Пскова и различных городов Псковской области. Что можно сейчас изучать вот на территории заповедника? Какие есть белые пятна в науке, которые вот интересны ученым столичным и нашим? Природа заповедника, она очень многообразна, даже биологическое разнообразие, оно просто потрясает воображение. И вот чем больше мы его изучаем, тем больше мы сами удивляемся тому, насколько богатых есть наша флора и фауна. Конечно, если не принимать во внимание таких знаковых и крупных животных, которых мы изучаем, буквально недавно мы проводили очередной цикл учетов медведя, самого крупного хищника нашего. Но параллельно ведутся работы и по, казалось бы, самым таким малозначительным, на первый взгляд, объектам. Это микроскопическим видам мхов, это сосудистые растения. И что касается мохообразных, мы в очередной раз убедились, что территория заповедника, она действительно уникальна, потому что здесь есть такие находки мхов, которые буквально единичны для европейской части нашей страны, а здесь они найдены впервые. И, в общем-то, мы постоянно увеличиваем количество флористических и фуинистических находок. Поскольку у нас здесь работают сейчас специалисты, которые занимаются патогенными насекомыми, микроорганизмами, это тоже очень важный аспект нашей деятельности. То есть мы должны изучать не только естественную полезную флору, но и те объекты, которые могут потенциально быть опасными и для, как для нашей, так и для других территорий. Вы имеете в виду микроорганизмы, да, в первую очередь? Ну, мы имеем в виду, в первую очередь, да, грибоподобные микроорганизмы, различные дереворазрушающие грибы, прочие патогены, ну и, безусловно, насекомые, которые являются вредителями лесного хозяйства, в первую очередь, ксилофаги так называемые. Это правда, что видов грибов что-то миллионы насчитывается? Ну, да, действительно, грибы это настолько необычное и, в общем-то, загадочное во многом царство, живую природу, постоянно появляются, находят ученые, описывают новые виды. Вот у нас здесь работают очень крупные специалисты, как из Петербурга, так и из Москвы, которые разные группы грибов изучают. В коем-то времени мы подведем некий итог промежуточной этой работы. Вот сейчас мы в этом году уже опубликовали аннотированный список одной из групп грибов, они называются агрикоидные грибы. И вот у нас на подходе еще аналогичная работа по миксомицетам. Это грибы, которые способны к движению, они даже больше, может быть, вот этим качеством своих животных напоминают. А это в буквальном смысле передвижение? Грибы сближают с сорстным животным два, в общем-то, таких важных очень признака. Это способ питания гетеротропом, то есть грибы питаются готовой органикой, они что-то или кого-то едят и тем самым добывают энергию себе. И второй аспект – это действительно то, что некоторые грибы способны к передвижению. То есть это вполне активная форма движения, такие, как, например, передвигаются простейшие животные, как амеба, например. Но размер этих грибов крупный, они видны невооруженным глазом даже. С какой скоростью они вообще передвигаются? Ну, в общем, конечно, здесь речь идет о очень небольшом масштабе перемещения в пространство. Это может быть речь идет о миллиметрах каких-то считанных, но сам факт того, что это подвижный организм, это уже очень, в общем-то, интересное наблюдение и сильно расширяет наше знание об этом царстве живой природы. Они могут расти только вот в таких условиях, как вот в ваш заповедник, специфичные, да, должны быть болотные условия? Ну, вы знаете, вот что касается отдельных видов, в частности, вот подвижных грибов, миксами цветов, о которых мы говорим, расти они, безусловно, могут не только на территории заповедника, они могут расти и за его пределами. Ну, просто территория заповедника – это как бы такая вот модельная площадка, модельный участок, который наиболее хорошо изучен. Вот поэтому мы, естественно, и судим об этих находках в основном на территории заповедника. Но если есть где-то аналогичные условия, а они, конечно, где-то могут быть, то там тоже логично ожидать наличия именно этих видов грибов. Виды грибов сколько? Десятки, сотни видов, вот на ваш взгляд? Нет, конечно, речь идет о сотнях, даже тысячах видов. О тысячах, понятно, что, да, поэтому не случайно из Москвы, из Питера приезжают, чтобы изучать их. А иностранцы интересуются? Не было никаких заявок приехать? Ну, я понимаю, сейчас такое время не очень-то для иностранцев. Но все равно они ведь тоже должны интересоваться. У них же болот-то очень мало осталось. Да, вы совершенно правы. Вот как раз-таки основной интерес зарубежных исследователей к нашей территории – это фактически огромный, наверное, крупнейший в Европе ненарушенный водно-болотный массив. В Европе таких объектов практически не осталось природных. И поэтому вот такой эталонный большой участок, он, конечно, очень интересен с точки зрения наблюдения. Причем не разовых каких-то экспедиций, а именно вот такого систематического многолетнего исследования, то, что называется мониторингом. Сейчас очень много говорят о смягчении негативного влияния человека на климат, в первую очередь за счет того, чтобы было меньше выбросов парниковых газов, углекислого газа в частности. И вот как раз болот – это одна из немногих экосистем, естественно, которая способна накапливать углерод и сохранить в себе многие-многие тысячелетия. То есть, если, например, леса накапливают углерод, но потом деревья отмирают, они разлагаются, и углерод опять оказывается в атмосфере, то болота нет. Оно именно депонирует в себя, аккумулирует углерод в виде торфа на многие-многие тысячи лет. И вот если его не разрабатывать, не осушать, не добывать торф, то что-то вот такие естественные резерваты, аккумуляторы углерода фактически чистого, которые изымаются в атмосфере, тем самым снижается парниковый эффект. То есть, благодаря вашим болотам, ну, нашим болотам, вот, может быть, и климат такой особый, да, в Псковской области, среда, она была бы хуже, если бы там добывали торф, как хотели промышленную разработку торфа вести, вы, наверное, знаете, там уже и поселок построили, но потом отложили это все. То есть, это такое благо, которое мы, может быть, не оцениваем еще, да? Да, вы знаете, это действительно очень большой плюс нашей области, в частности, потому что мы располагаем такими богатствами ненарушенных болот. Сейчас это уже переосмысленно давно, что болот – это не только источник каких-то полезных ископаемых, возобновимых даже таких как ТОФ, это объект, который ценен сам по себе. То есть, вот, благодаря такой, так называемой, экосистемной услуге, то есть, болото нам оказывает большую услугу в том смысле, что оно забирает из атмосферы вот эти вот парниковые газы, в частности, углекислые газы. И поэтому наличие таких объектов в Псковской области – это, конечно, большой плюс, и в дальнейшем, я думаю, область от этого будет только выигрывать еще больше. А какие-то можно цифры привести? Сколько газа она может забирать из атмосферы? Или это трудно почитать? Ну, вот такие есть экспертные оценки, да. Конечно, каждый болотный массив надо обследовать отдельно. Сами эти исследования, они довольно дорогостоящие, очень технологичные. Там нужны точные газоанализаторы, которые будут в режиме реального времени отслеживать эмиссию, то есть, выброс каких-то газов или поглощение, наоборот, ассимиляцию. Но в целом считается, что один гектар ненарошенного торфяника аккумулирует себе более одной тонны углерода. То есть, вот, если представить нашу территорию, это порядка 300 тысяч тонн углерода мы ежегодно изымаем из атмосферы. Вот какие мы Псковскую область надо ценить. Да, хорошие цифры, хорошие факты, поразительно. Николай Павлович, а кто-то еще приедет к вам? Какие-то еще ученые? Запросы были к вам, обращались? Ну, в общем, действительно, мы работаем по заранее утвержденным планам научно-исследовательской работы. Вот на сегодняшний день у нас более 12 таких проблемных исследовательских тем и 65 параметров мониторинговых исследований, которые мы проводим. Это значит, что мы сотрудничаем более чем с десятком отраслевых научно-исследовательских институтов, вузов нашей страны. И, конечно же, каждый месяц, сейчас вот в мае, наверное, по сентябрь включительно, у нас будет отрабатывать 5-6 крупных таких экспедиций в течение каждого месяца. Вот в ближайшее время мы ожидаем приезда очень такая интересная технологичная группа к нам приезжает, которая обследовать будет с помощью беспилотных летательных аппаратов. Болотный массив, создавать точные карты растительности, описывать рельеф болот. Это такие довольно пионерные, передовые, очень технологичные исследования. Вот мы ожидаем в скором времени к нам приедут специалисты, которые будут работать с патогенными организмами. Это гельминты, в первую очередь, паразитические черви. Ну, и там в дальнейшем еще будет зависеть нескольких групп исследовательских. Ваш сотрудник ездил в Минск, кажется, обсуждал вот эту проблему беспилотников, которые будут обследовать Полисовское болото. Об этом что речь? Какую-то карту составлять будут? Ну, вообще, та работа, которая ведется несколькими у нас сейчас коллективами параллельно, то есть первичная задача – это получить очень точную и подробную информацию, из каких типов растительности состоит наш оболот, наша территория. У него не только болото, это там и внутри болот, на острова и прилегающая территория, минеральный берег. Для этих целей будут использованы в первом приближении данные дистанционного зондирования, это космоснимки высокого разрешения, которые потом с помощью специальных программ, которые основаны на нейронных сетях, будут анализироваться и описываться таким образом растительность. Но поскольку нейронные сети надо обучать, они сами по себе не могут делать какие-то обоснованные выводы, всегда нужны полевые исследования, когда люди приезжают, собственно, на болото, и с помощью беспилотников, тех же самых дронов, со высоты примерно 200 метров, делается очень подробная съемка растительности. И потом вот эти вот данные, которые были получены с помощью дешифровки космоснимков, и данные с помощью дрона полученные, на них сопоставляются. Таким образом происходит обучение нейросетей, чтобы они могли качественно распознавать космоснимки. А что, типа растений, так вот просто невозможно изучить путем обследования Земли, наблюдения? Это, собственно говоря, тут как бы сочетание классических и современных методов. То есть раньше, со времен первых натуралистов средних веков, так и происходило. То есть человек приходил непосредственно на место и описывал все, что он видит вокруг себя, все виды растений, которые его окружают. Но поскольку территория довольно сложно проходимая, заповедник, она большая по площади, и физически это сделать очень сложно. Но тем более это будет всегда неизбежно сопряжено с тем, что мы вынуждены будем перемещаться по территории, оказывать на нее какое-то воздействие негативное техникой той же самой. Поэтому намного рациональнее это сделать с помощью вот как раз-таки дистанционных методов. Это широко сейчас используется. Чтобы это все было объективно и правильно, то необходимы все-таки какие-то отдельные полевые исследования. То есть это специальные приборы, которые улавливают там на уровне нейрона, да? Ну, это приборы, которые фиксируют картинку в очень большом таком составе спектров. Где там инфракрасный, видимый и невидимый глазок спектр, и каждый из этих спектров анализируется отдельно. Вот в этом и задача состоит дешифровки. А вот вы сказали нейронные сети. А где вот эти сети будут находиться, собственно? Это у вас будет такой центр? Ну, это... Нет, это, конечно, там мощные компьютеры, которые обрабатывают эту информацию уже в лабораторных условиях, камерально. То есть задача исследователя в полевых условиях получить первичную информацию, сделать видеосъемку, фотосъемку. А потом уже следующий этап – это довольно сложный, кропотливый такой труд в лаборатории с компьютерами, работа с компьютерами. Которая будет делаться, ну, допустим, в Москве, там или в Петербурге, где основное место работы специалистов. А вот у вас какие-то еще технологические работы проводились? Я вот видел снимок на вашем сайте, там трактора распахивали какие-то площади. А, ну, это биотехния. Биотехния – это что? Ну, вот биотехния – это тоже одно из таких классических отечественных направлений науки и практики. Сама по себе биотехния – это создание более благоприятных условий для диких зверей и птиц. Особенно это актуально, когда сильно сокращается экологическая емкость территории. Ну, например, зимой в снежный период или особенно там ранней весной, когда уже у животных резервы организма практически исчерпаны, а пищи вокруг не хватает. Вот такие наиболее критические для животных периоды им рекомендовано выкладывать подкормку. Ну, например, организовывать им минеральное питание в виде выкладки соли. Ну, а то, чем сейчас мы занимаемся, это тоже довольно такое популярное направление биотехнии. Засеваем кормовые поля, которые привлекают в первую очередь медведя. Вот во второй половине, даже в конце лета, у животных очень активный такой период нажировки, когда им надо накопить энергию для длительного зимнего сна. Вот в этом случае овсяные поля, они привлекают всегда медведей, а наша задача изучать таким образом популяционную группировку этого хищника. Когда медведи выходят на поля, там наблюдается большая концентрация зверя, мы можем их визуально наблюдать, можем определять, сколько среди них самцов самок, это полувозрастной состав, смотреть, какого возраста звери выходят, ну, и контролировать таким образом популяционную группировку. Как интересно. Ну да, и по сказкам знаем, что медведь любит авиус. Да, он его действительно любит и в больших количествах потребляет. Вот когда он выходит на кормовые поля, он не просто по одному колоску срывает, он сразу пясть, охапку отправляет себе в рот, челюстями сжимает, и все зерно у него в пасти остается после этого. А какая площадь этих полей? Сколько это? Ну, по площади это небольшие поля, потому что все-таки это не сельхозугодие. Обычно ограничиваются 50 сотком или гектаром. Вот у нас там в данном случае гектар. Ну, все равно прилично. То есть медведей у вас много, да? Да, у нас довольно высокая плотность медведей. Мы в этом году начали исследование впервые в истории заповедника, решили оценить, какова же все-таки численность этого хищника. И вот первый результат уже говорят о том, что плотность медведя у нас заметно выше, чем в окружающих угодьях. То есть Пешковский область сейчас численность медведей растет. Да, и очень сильно. Но в Пешковском заповеднике она, может быть, будет максимальной после того, когда мы проведем полностью обследование территории. То есть медведей у нас не пугают, здесь территория охраняемая, поэтому они, вероятно, здесь и накапливаются. Но они не представляют угрозу человеку, когда их будет много? Не пойдут они в деревни? В Гоголево тоже, Соснова? Ну, вы знаете, вот обычно дикие звери всегда сторонятся человеку. И вот такие конфликтные ситуации могут возникать в том случае, если животное травмировано, то есть он не может самостоятельно жить дикой жизнью, добывать себе пищу, тогда оно начинает тяготеть к жилью человека в надежде чем-то поживиться. А другой момент – это животные, которые в какое-то время просто имели тесный контакт с человеком. Но в норме дикий зверь, он никогда близко к человеку выходить не будет. А у вас бобры есть на территории Полистовского заповедника? Да, бобров у нас довольно большого количества, хотя вот сейчас по наблюдениям последних двух лет численность стала сокращаться. Видимо, сказываются длительные засухи, которые были в конце прошлого лета осенью. Но численность популяционной группировки бобров мы оцениваем где-то в районе чуть более 200 зверей. Вы знаете, есть такая информация, не знаю, насколько она верна и насколько компетентны те люди, которые это утверждают, что бобры представляют опасность для экологии. Они слишком много занимают места. Вообще бобры, они исконно населяют эту территорию. Просто, опять-таки, из-за чрезмерной охоты человека на них в конце 19 века они исчезли. И не было их здесь примерно 100 лет. Вот 100 лет спустя бобров опять стали выпускать. Если бобр живет на территории, которая не используется активно человеком по сельскохозяйственной деятельности, там какую-то городскую застройку, то его нахождение в природе скорее благо. Потому что бобры, они регулируют сток воды. То есть водоемы не осушаются. Они даже в самый жаркий засушенный период будут в какой-то мере наполнены водой. Во-вторых, бобры способствуют более быстрой смене растительных сообществ, тех местах, где они обитают, за счет того, что они часть растительности поедают, часть просто меняется из-за изменения гидрологического режима обводнения территории. И таким образом их считают ключевыми экосистемными инженерами. То есть бобры преобразуют окружающий ландшафт под себя. Но в том случае, если речь идет о какой-то сельскохозяйственной деятельности, и здесь бобры могут, конечно, скорее навредить, чем помочь. Угреждения и растения, да, и поля могут залить. Да, да, вот об этом речь идет. Ну, у вас, наверное, такой проблемы нет с бобрами. Ну, да, для территории заповедника это, конечно, абсолютно не актуально, даже более того, можно сказать. Вот эти вот территории, которые когда-либо осушались человеком, например, торфянники, в том случае, если бобры на них поселяются, вода может вновь появиться, и такой осушенный торфянник может со временем стать болотом. То есть, скорее, благо. В тех случаях, если, конечно же, речь идет о хозяйственной деятельности человека, то бобры здесь могут и мешать. Спасибо, Николай Павлович. Должен еще заметить, что Полистовские болота все активнее осваиваются туристами. В первую очередь им хочется, конечно, увидеть жизнь животных и в естественных условиях. Иногда им это удается. Наше время в эфире заканчивается. Всего доброго. Берегите природу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова